Добрый день! Я хочу рассказать про то, как можно было бы экспериментально разрушить единственный стабильный изомер, который существует в природе, который нам известен, 170-й тантал. Значит, было бы очень интересно, я был бы благодарен, если бы люди вот этот лет кому-нибудь рассказали бы о какой-нибудь группе экспериментаторов. По всей видимости, экспериментаторы должны быть чисто китайскими. Ну, почему? Ну, во-первых, потому что на такой вот эксперимент, который я предложу, у российских современных никогда не хватит денег, средств не хватит, хотя они небольшие, в общем-то. А второе, это значит, почему европейские и американские не подойдут, а потому что там слишком распространен большевизм. Вот. И люди там предпочитают искать что-то, что является, ну, типичным, парадигмальным, находятся возле мейстрима. А вот если китайцам рассказать про то, что я буду говорить дальше, то вполне возможно, что они за это сильным образом ухватятся, потому что я знаю, что они подобного рода идеи активно ищут. Значит, о чем пойдет речь? 180-й тантал обладает целым набором изомеров, их вообще, говоря, четыре. Но один изомер – это значение, как бы, ядра с тем же количеством нейтронов, с тем же количеством протонов, но с другим спином, с другой четностью обычно, вот, иногда с той же четностью. И оно чрезвычайно долго живет. Вот М1 танталовый изотоп, он живет в вечности, никому не удалось зафиксировать его распад. Смотря на то, что ниже его лежит уровень всего на 77 кВт, ближе, этот уровень является основным. Интересно, что на основном уровне, основной уровень у него нестабилен. Если бы тантал, как и все остальные изомеры, свалился бы в основной уровень, то тогда бы он бы прожил недолго, с периодом полураспада, там, по-моему, 8 суток. А, 8 часов, да, 8 часов. Такова, значит, наша, как бы, ситуация. Есть еще М2, у него изотоп, давайте я всех их зачитаю. Значит, М1, вот, тем, которым мы будем заниматься, абсолютно стабильно. У него энергия возбуждения относительно основного уровня, 7,7 кВт, 9 минус, М2, 15 минус, М3, 22 минус, М4, 24 плюс. Все они живут там, в районе микросекунды, с включением вот этого самого, 180 М1. И энергии, на которых они выше основного состояния, они 1,5 МВт, 3,7 МВт, 4,17 МВт. Желающие могут найти эту табличку очень простую, она есть в Википедии, например. Такова, значит, наша ситуация. О чем я говорю и что я предлагаю? Вообще говоря, когда у нас есть ядро, находящееся в основном состоянии, точнее, в изомерном состоянии каком-то, оно приходит в основное состояние. Вот ядро есть, оно приходит в основное состояние туда. Бац, бац. Каким образом оно приходит? У нас вот есть, допустим, здесь у него был 2 плюс в спин, а здесь встал там 1 минус в основном состоянии. Тогда он должен излучить гамма-квант. Ну, гамма-квант в этом случае будет, это я рассказывал предыдущую, Е1. Будет еще целый набор гамма-квантов, но это будет наиболее вероятным. То есть, скорее всего, вот такой гамма-квант, Е1 с мультипольностью будет у нас излучен. Вот, такова ситуация. Легко понять, что Е1 встречаются как собак нережных. Я на каждом шагу, это очень вероятный квант. Поэтому вот это состояние не будет являться измерным, оно будет являться просто возбужденным. Оно долго не проживет такого состояния. Там, наносекунда, на слайде сетяное состояние. Другое дело, когда мы имеем, допустим, тот же самый тантал. У него будет 1 плюс основное состояние. А здесь у него 9 минус, да? 9 минус. А здесь у него 9 минус. Ну, давайте посмотрим, какой гамма-квант ему надо изучить. Наиболее вероятный, это как бы их переход, это первое число, это у них восьмевка. Раз у них восьмевка, первое изучение. То есть, какая может быть мультипольность? Мультипольность здесь может тройная быть. Это значит 8, 9 и 10. И значение мультипольности будет. Теперь надо подобрать четность. Ну, давайте посмотрим электрическую четность для танталла. Значит, электрическая четность не подходит. Почему? Потому что минус единица в восьмой степени будет плюс. А у нас минус. Единицу умножить на плюс будет равно минус. Значит, здесь у нас только две восьмерки подходят. Только М. Он только магнитный. То есть, М8 вот только будет. Ну, он по порядку лични, в мультипольном протяжении прямой волны, как бы, соответствует вот этому Е9. Е9. То есть, суперпозиция М8 и Е9, это очень редко встречающаяся суперпозиция. Представляете, как далеко он находится. Как это маловероятно. И в результате у нас оказывается, что подобного рода изомер, он, как бы, так, подает признаки стабильности. И вторая вещь, почему он долго находится, потому что разница между установленным состоянием и возбужденным, она в унисточниках, опять, одному меркам. Всего 77 килоэлектронвольт. Вот. Поэтому, как бы, вот такая вот вещь. Ну, конечно, боюсь, что всем этим дело только не объясняется. Ну, вот такой вот там-тал. Теперь давайте постараемся понять, что помимо подобного рода перехода, есть еще и другие его рода переходы. Бывает, что вот этот гамма-квант, он не только нормальный, то есть вылетающий далеко за пределы, или не вексируем, а виртуальный. А виртуальный это означает, просто это заколючка Феменовской диаграмме. Тогда подобного рода перехода возможен другим образом. У нас виртуальный гамма-квант летит, попадает в электрон, на внешние полочки ядра, туда дальше вот этот, улетает электрон. Но электрон тоже не всякий. А электрон должен улетать тот, который летит, значит, у нас с подходящим значением разницы электронного момента. И вот добиться для электронно-потопного рода вещь очень сложно. Тем не менее, это как бы так возможно. Я предлагаю для закуски разложить тантал тем способом, чтобы предложить ему электрон со значением электронного момента равным восьми. Как это сделать? У нас берется тантал, допустим, берется тантал, у него есть электронные оболочки. И один электрон, например, лазерным оборудованием или каким-то трудным способом, можно перенести на девятый энергетический уровень. И подобрать таким образом, чтобы его значение было, скажем, равно его орбитального момента было равно разнице между ними, то есть как бы восьми. Ну вот где-то это будет девятый-десятый энергетический уровень, по всей видимости. Не знаю, как это сделать, я просто об этом не думал. Это можно сделать как бы способом тем, что один электрон перевести, а всю остальную оболочку как бы оставить в неизменном виде. А можно полностью ионизировать до родоподобного состояния, до родоподобного состояния. И единственный электрон, вот туда так далеко зашернули, как будет называться, такое воздушное состояние, в ситуации Атама Риттберга. Вот. И тогда произойдет чудо. Произойдет чудо. До сих пор стабильный тантал начнет распадаться. До сих пор запрещенный переход в основное состояние. Окажется возможным. Упадет в основное состояние, и основное состояние тоже умрет в течение там восьмидесяти часов. Вот такого рода эксперимент я могу людям предложить. Вот так. Такова, значит, ситуация. Подобного рода влияние электронов на оболочку, на вяленные процессы в происходящем деле известны. Есть и называемый К-захват, электронный захват. Это один из видов, значит, один из видов бета-распада. Вообще говоря, мы знаем три вида бета-распада. Первый вид бета-распада, наиболее знаменитый, экономичный. Когда нейтрон, сходящийся в витре, распадается на протон, электрон и нейтрино. Зачем нужна нейтрино? Ну, много почему. Но в первую очередь, у нас есть назваемый закон сохранения электронного заряда, который у электрона есть. Он должен быть скомпенсирован. Его компенсирует антинейтрино, который занимает... Если у того электронный заряд был электрон 1, то ватинейтрино, а он минус 1. Ну и, разумеется, это нужно для того, чтобы понять, почему с виду закон сохранения энергии не выполняется и нет у нас сплошного спектра. Потому что все, что у нас происходит в ядерной физике, все делается как бы на уровне дискретного спектра. Такие-то переходы, такие-то. А при бета-распаде спектр не дискретный, он непрерывный. И, кроме того, с виду закон сохранения энергии он как бы не соблюдается. А почему? Потому что нейтринная такая частичка, которую мы найти практически никогда не можем. Мы знаем, что она как бы есть, но ее мы не видим, не знаем, существование зависит очень-очень плохо. Это значит, что у нас такая нейтринная частичка улетает. Это первая каноническая форма бета-распада. Вторая каноническая форма бета-распада, когда протон захватывает, когда протон испускает из себя позитрон, то есть античастицу к электрону, и опять, соответственно, образом нейтрино. А после этого позитрон аннигилируют какими-то электронами внешней электронной оболочки, с буквами двух, а то и трех гамма-квантов, которые можно детектировать. Вот. Такова, значит, ситуация. Но в нормальном ситуации такая реакция невозможна. Почему? Потому что сумма энергии позитрона и протона, она как бы нас не дотягивает до массы нейтрона. Не дотягивает. Она возможна только в ядре, когда из высших энергиспязей, существующих в ядре, позволяет осуществлять подобную вот реакцию. И третья реакция, которая тоже существует, и физики очень хорошо знают, это так называемый электронный захват. Когда у нас ядро захватывает электрон с какой-то из энергетических оболочек, соответствующему по моменту. Вот. Соответствующий. по моменту. И мы... И получается там в атоме каким-то образом вакансия. И на эту вакансию сваливаются электроны с более высоких энергетических уровней. И у нас подобного рода ядерная реакция сопровождается каскадом атомных переходов. Они находятся там, может быть, в мягких рентгенах, ультрафиолета, оптический спектр. Там, в зависимости от тяжести ядра, таких переходов там может быть очень много. И надо разбираться всякий раз, в какие и где какие это происходит. Ну, что здесь интересно? Вот этот третий способ, так называемый электронный захват. Тем, что ядро, которое распадается бета-образом, будучи ионизировано, то есть ободрано от всех электронов, перестает распадаться. Получается, что электронная оболочка, внешняя по отношению к ядру, казалось бы, не являющая на него никак, у нас оказывается влиять фундаментальным образом. А именно, нестабильные частицы, нестабильные ядра, распадающие путем электронного захвата, то есть бета-распада, оказываются в ситуации полной ионизации, то есть ободраности ядра от всех его электронов, голых ядер, оказываются абсолютно стабильными. И это удивительный, красивый результат. То, что я хочу предложить, это эксперимент, подобный, прямо совершенно другой. То есть, вы представляете себе, стоит совершенно стабильный изомер, тантала, никому не удавалось его увидеть. После этого мы каким-то образом один из электронов перемилируем в такое высокое энергетическое состояние с высоким значением момента. Таким образом, получается, что мы предложили это состояние с его моментом, вот этому чудовищному переходу между девяткой и единичкой для этого самого нашего ядра. И после этого до сих пор стабильный изомер тантала начал распадаться. И я хочу сказать, что можно еще найти большое количество таких изомеров, точно так же попытаться предложить им электрон на закуску, но есть еще там веками, столетиями, чего-либо еще. Я скажу по секрету, вот именно таким образом предлагая электронную закуску, вполне возможно, можно и сделать то, что называется гахневый бомбый. И тогда человечество получит свое распоряжение еще в некое удивительное орудие для уничтожения всего живого на Земле. Спасибо за внимание.